Девушки отдыхают Девушки отдыхают Когда мы молимся о Царстве Божьем и о воле Божьей на земле, Дух Святой течет через нас, чтобы исполнить это. Получается, что у нас привилегированное положение. Если мы знаем, что такое Царство Божие и воля Божья, то мы можем принести их на землю нашими молитвами. Да будет воля Твоя на земле, как и на небе. То есть мы должны принести небесную реальность на землю, в нашу ситуацию или в жизни людей, за которых мы молимся. Это напрямую связано с обещанием Иисуса в Евангелии от Матфея, 16 главе. Там он сказал, «Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть Церковь будет участвовать в духовной войне, но Бог даст Церкви власть над всеми силами тьмы. А далее. В 19 стихе он говорит, «И дам тебе ключи Царства Небесного». Иными словами, мы — члены Царства Божьего. И мы получили ключи, которые символизируют власть и средства реализации этой власти, потому что ключи дают нам доступ к силе Божией. К примеру, если у вас есть ключи от машины, то вы имеете власть над ней, а также у вас есть средства для управления этой машиной. Итак, Иисус сказал, «Я даю вам ключи от Царства». Это имя Иисуса, кровь Иисуса. Слово Божие, все это — ключи власти, с помощью которых мы можем высвобождать силу Царства на земле. Смысл ключей в том, чтобы выпустить силу Святого Духа на землю и связать силы врага. Мы имеем право делать это, потому что Иисус сказал, «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах». Вернее, «Было связано на небесах», то есть все, что незаконно на небесах, любые расприем, болезни и так далее, то есть все, что уже связано на небесах, мы можем воплощать это на земле, используя наши ключи. Это полностью соответствует молитве «Отче наш». Мы имеем ключи. Мы имеем власть связывать на земле то, что уже было связано на небе. Бог говорит, «Я поддержу вас в этом, и это будет связано». И точно так же, что разрешишь на земле, то будет или было разрешено на небесах. Слава Богу! Итак, все, что связано на небе, мы можем связывать на земле. И сила Божия придет через Духа Святого и сделает это. И точно так же, все, что мы разрешим на земле, если это разрешено на небесах, а на небесах разрешены благодать, благословение и все, что принес Иисус. Если мы займем свое место и высвободим все это на землю, то это позволит Духу Святому течь с небес на землю через нас. То есть, мы имеем власть высвобождать Дух Божий и связывать Дух врага. Подумайте о том, что делают ключи. Они открывают двери и окна, чтобы сила могла течь. А откуда течет Дух? Когда мы используем наши ключи, чтобы открывать двери Царства Божьего, Дух Святой начинает течь. А где эти двери, через которые течет Дух Святой в нашей ситуации? Эти двери и окна находятся в нас. Дух течет через дверь, и нам нужно открыть эту дверь, используя Божьи ключи власти. Иисус послал Духа Святого с небес, чтобы Он жил в нас вечно. А значит, Царство Божие — это праведность, мир и радость в Духе Святом. То есть, если в нас Дух Святой, то в нас и Царство Божие. Следовательно, двери и окна Царства находятся в нас. И когда мы используем ключи? Кстати, выбор за нами. Нам решать, будем ли открывать эти двери и окна и высвобождать силу Царства Небесного. Если вы не используете ключи, то дверь, через которую Дух Святой хочет течь на землю, закрыта. То есть, вам нужно использовать свои ключи. Это ваши слова веры, чтобы открыть это окно, и чтобы Дух Святой мог течь в вашу ситуацию. Опять же, выбор за вами. А когда мы используем в нашей молитве имя Иисуса и слова веры, «Мы выпускаем потоки Духа из нашего сердца». Окна нашего сердца открыты, и Дух может течь. Об этом же говорится у Малахии в 3 главе, 10 стихе. В Ветхом Завете поток Духа сравнивали с дождем с неба, который течет через окна небесные. И этот дождь приносит прекрасный урожай. Итак, у Малахии в 3 главе, 10 стихе, Бог говорит, «Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас дождь благословения до избытка». Здесь дождь благословений — это символ Святого Духа, текущего с небес. А в Новом Завете Дух Святой спустился с небес, и теперь Он живет в нас. Значит, и окна небесные в нас. И когда мы используем наши ключи, чтобы открывать окна небесные, тогда дождь Духа течет из нас в разные ситуации. Слава Богу за это. Это новозаветная истина об этом. А затем у Малахии в 3 главе, уже 11 стихе, описана вторая сторона действия ключей. То есть мы не только высвобождаем силу Божию в нашу ситуацию, но еще здесь сказано, «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», — говорит Господь Савауф. А в Новом Завете мы получили власть запрещать врагу и связывать того, кто хочет портить и уничтожать. У нас есть власть, у нас есть ключи. Бог дал нам власть делать это. Мы молимся, да придет Царство Твое. А приход Царства означает, что мы связываем болезнь, мы приказываем Духу разделения перестать действовать. Мы связываем Дух заблуждения и запрещаем Ему действовать в этой ситуации. Я использую свои ключи и привожу в действие приход Царства Божьего. Там, куда приходит Царство, нет распри, там нет болезни и так далее. Мы имеем власть связать эту болезнь и высвободить силу Божью. Итак, мы получили ключи, чтобы молиться с властью и приносить Царство Божие на землю. Слава Богу! Мы связываем врага и высвобождаем силу Божью. Молись, да придет Царство Твое. Мы сдерживаем силы зла, а также выпускаем все хорошее. Мы должны быть каналом между небом и землей. Мы должны использовать власть в наших молитвах. Когда вы знаете волю Божию, вы можете молиться со властью и приносить ее на землю. Мне очень нравится, как сказано в Послании к Римлянам, 5 главе, 17 стихе. «Тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». То есть, мы получили дар праведности и должны царствовать в жизни, как цари. Да, это так. А царь произносит слово и ожидает, что оно будет исполнено, и мы должны править в своей жизни, как цари. Мы получили ключи к тому, чтобы царствовать, и мы провозглашаем «Да придет царство Твое», «Да будет воля Твоя». А затем мы ожидаем, что это исполнится. Мы не выкручиваем Богу руки, мы просто приводим в силу то, что Бог уже сказал на небе. Сегодня, разбирая молитву «Отче наш», мы хотели бы поговорить о молитве за других. Мы молимся «Да придет царство Твое», «Да будет воля Твоя» и о жизнях, и о ситуациях других людей. Мы не можем заставить их любить Бога и принять все эти хорошие вещи, но мы можем молиться о том, чтобы Бог сошел на них, и их глаза открылись, и они смогли принять все, что Бог имеет для них. Но зачастую мы молимся за себя. Да. Нас волнуют собственные проблемы и нужды, и мы мало времени уделяем молитве за других. Но очень важно, чтобы мы молились за других. Об этом также сказано в молитве «Отче наш». Настоящий христианин молится за других, а не только за себя. Нам нужно молиться о том, чтобы Царство Божие пришло в жизни других людей. Мы не можем быть эгоистичными, не имеем права. Нет, не можем. Есть одна забавная история о девушке, которая сказала «Я не буду молиться за себя, я буду молиться только за других». Она так и сделала. И в конце своей молитвы она добавила «Господь, дай, пожалуйста, моей маме красивого зятя». Думаю, что это очень мило и забавно. Не можем думать о себе. Нет, не можем. А если мы будем молиться за других, это принесет благословение в нашу жизнь. Когда Иов молился за своих друзей, он получил исцеление. То есть нам полезно переключиться с себя и подумать в молитве о других людях. Я заметила, что это очень полезно, особенно если у вас какие-то трудности. Начните молиться за кого-то, потому что в мире всегда найдется кто-то, кому значительно хуже, чем вам. Мы должны быть благодарны за то, что у нас есть. Если у нас два глаза, две руки, две ноги, то у нас все прекрасно. О, да, да. Это истина. Стоит не забывать об этом. Апостол Павел в Первом Послании Тимофею написал, любопытно, что здесь он говорит «Итак, прежде всего прошу». То есть это дело первоочередной важности. Прошу молиться не за себя. Совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, то есть за всех людей. Значит, нужно молиться за других, потому что для Бога важен каждый. А значит, молитвы и ходатайства за других очень важны для Бога. Это неотъемлемая часть нашего христианства. И одна из частей – хождение в любви. Как мы можем любить наших братьев? Вопрос. Один из основных способов – это молиться за них. То есть это один из важных способов исполнения заповеди, а именно любить ближнего. Так мы высвобождаем Божью любовь, силу и благословение. Верно. Молитва за других людей – это сильное оружие против сил тьмы. И как ты уже сказал, когда мы молимся за других людей, то тоже получаем благословение от Господа. Молитва – это важно. Да. А сейчас мы рассмотрим несколько мест Писания на эту тему. Во-первых, Иакова, 5 глава, 13 стих. Ну, точнее, 16. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Весьма любопытно. Не так ли? Ты знаешь, я никогда на это так не смотрела. Молитесь друг за друга, чтобы вам исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. А в другом переводе сказано, что молитва высвобождает невероятную силу. Да, не можем контролировать людей своими молитвами, но мы можем принести силу, высвобождая Духа Святого с помощью наших молитв. То же самое сказано и в послании к филиппийцам. Да, это так. А еще в 1 Иоанна 5, 16 сказано, «Если кто видит брата своего согрешающего, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». Получается, когда мы просим, то к тому человеку приходит Божья жизнь, и у него появляется возможность покаяться. Мы не можем заставить его сделать это, но мы приносим ему жизнь Божью, и тогда он может очнуться и покаяться, и принять Божие восстановление. Если честно, то Бог такой верный. У меня есть пример из собственной жизни. Мой брат жил в угоду себе. Его интересовал только бизнес, и вся его жизнь была сосредоточена на зарабатывании денег и богатой жизни. Помню, как однажды Дух Святой побудил меня молиться за Него, и я начала молиться в Духе. Я почувствовала тревогу за брата, и я начала взывать к Богу и говорить, «Боже, пожалуйста, дай ему время изменить свою жизнь. Дай ему время, чтобы изменить свою жизнь». И Бог оказался верным. Я не знала, что в тот момент, когда я молилась, это было в январе 95-го, у брата появились проблемы с сердцем, и ему назначили серьезную операцию. Но Бог был верен. Мой брат ушел к Господу в прошлом году, но он ушел измененным. Многие люди говорили с ним, а потом он увидел какую-то программу по телевизору, и эта программа зацепила его. Он полностью обратился к Богу, и его последними словами были, «Я хочу, чтобы Бог прославился на моих похоронах». У него обнаружили рак. Но он сказал моим друзьям, «Не молитесь о моем исцелении». «Я не хочу исцеляться, я очень хочу на небо». Это говорит о невероятных переменах. Бог может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим, или о чем мы думаем. Бог верный. Да. А в послании к филиппицам, Павел, который в тот момент сидел в тюрьме, пишет, «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». Иными словами, Павел говорит, «Спасибо за ваши молитвы. Они способствуют действию Духа Святого во мне и в моей ситуации. Они влияют на людей и на решения, которые принимаются. И в итоге я выйду из тюрьмы, чтобы снова проповедовать Евангелие. Когда мы молимся за человека, который отошел от Бога, или не знает Бога, или за наших врагов, которые говорят и делают что-то против нас. Иисус сказал, чтобы мы молились за наших врагов. И вы можете молиться о том, чтобы Дух Святой сошел на них и дал им шанс измениться. Итак, мы должны молиться за других. Но как нам молиться? Часто наша молитвенная жизнь — это реакция на какие-то жизненные кризисы. И это неплохо. Но я не думаю, что наша молитвенная жизнь должна сводиться к реакции на проблемы. Думаю, Бог желает, чтобы в нашей молитвенной жизни была стратегия. Нам нужно знать, как молиться за других, а не просто молиться за решение проблем. Итак, какой должна быть наша стратегия? Мы должны не только реагировать, но и быть проактивными. Если мы вернемся к молитве «Да придет Царство Твое», «Да будет воля Твоя на земле, как на небе», то в ней мы найдем ответы. Потому что смысл молитв не в совершении воли человека. Если мы только реагируем на свои проблемы, тогда молимся. То цель наших молитв в том, чтобы иметь жизнь попроще. Мы хотим затушить молитвой пожары в нашей жизни, но смысл молитвы не в том, чтобы воля человека совершилась на небесах, а в том, чтобы воля Божья совершилась на земле. Поэтому стартовая площадка для нашей молитвы — это Божья воля и Божье Царство, а не человеческая воля и нужда человека. Но когда у нас реакционная молитва, то мы руководствуемся нуждой, и первое, о чем мы думаем, — это нужда. Но мы должны молиться, «Да придет Царство Твое, и да будет воля Твоя». Это начало. Да, ты прав. Все начинается с того, чтобы на земле исполнилась воля Божья. Но это не противоречит нашему желанию, потому что воля Божья в том, чтобы восполнять наши нужды. Он знает, что нам нужно, и хочет восполнить наши нужды. Поэтому мы не говорим здесь о вещах, противоречащих друг другу. Бог любит нас и желает восполнять наши нужды. Но мы молимся на более низком уровне, если нами движут только нужды. На самом деле мы должны молиться о Божьем Царстве, о Божьей воле, и побочным эффектом такой молитвы будет удовлетворение наших нужд. Но основной целью наших молитв должно быть желание утвердить Божье Царство и Божью волю на земле. И слава Богу, частью этого является восполнение нужд. Если мы будем фокусироваться только на нуждах, то можем пустить большую цель. Итак, мы хотим, чтобы Царство Божие пришло в разные ситуации, за которые мы молимся. А что это означает? Мы знаем, что когда Иисус вернется, Он утвердит Своё Царство и будет править на земле. И мы молимся об этом. Один из аспектов молитвы «Да придет Царствие Твое». Это наше желание, чтобы Иисус пришел, прогнал сатану с этой планеты и утвердил Своё Царство. Но прямо сейчас Царство Божие приходит через молитву. Я думаю, что в понимании этого важную роль играет притча о Сеятеле. Сеятель сеет слово, как Царство Божие действует сейчас. Да. Как Бог производит результаты в это время. Через Слово. Слово сеется в сердца людей. Бог желает, чтобы люди спасались. Но как они спасаются? Через Евангелие. Евангелие — это сила Божия ко спасению. То есть Царство Божие приходит через Его Слово. А еще одна вещь, которой желает Бог. Я забегаю вперед, но у нас осталось мало времени. Бог желает, чтобы все люди спаслись. Да, это так. И пришли к познанию истины. В чем заключается Царство Божие и воля Божия? В людях, которые нас окружают. Да, мы хотим помочь им. Мы хотим, чтобы они были здоровы. Но основная воля Божия в том, чтобы все люди спаслись. Они должны получить спасение. Совершенно верно. Он не желает, чтобы кто-то погиб. Да, это его приоритет номер один. И поэтому именно об этом мы должны молиться за них в первую очередь. Чтобы не происходило в их жизни, главное, чтобы они спаслись. А во-вторых, чтобы они пришли к познанию истины. Потому что Бог не желает, чтобы они оставались младенцами во Христе. Но чтобы они росли, становились зрелыми, такими, как Христос. Как это происходит? Через познание истины. Людям нужно Слово Божие. Оно формирует их жизнь и их характер. Бог желает, чтобы они росли и становились сильнее. Итак, вот два Божьих приоритета. Чтобы Его Царство установилось в жизни людей, они должны спастись, и они должны прийти к познанию истины. Заметьте, что все это осуществляется через Слово Божие. Слово Евангелие спасает их, а учение Слова Божьего делает их зрелыми во Христе. Все это можно назвать одной фразой «Великое поручение». Иисус дал Церкви «Великое поручение». Он сказал, «В первую очередь проповедуйте Евангелие. Те, кто поверят, спасутся». А затем Он говорит в 28 главе Евангелия от Матфея, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их чему? Соблюдать все, что Я повелел вам». То есть, учите их Слову. Слово приносит спасение, и Слово меняет жизни людей. Поэтому я считаю, что правильная стратегия — это молиться за исполнение великого поручения, молиться за спасение людей и за то, чтобы они становились сильными в Господе. Детальнее мы поговорим об этом уже в следующий раз. И вы увидите, что большинство новозаветных молитв, ну вот, к примеру, Павел молился о верующих разных церквей, чтобы они росли, укреплялись и становились такими, как Христос. Вот чего хочет Бог. Он хочет, чтобы они были здоровы, но он хочет так же, чтобы они были сильными в Господе. Поэтому большинство молитв в Новом Завете говорят именно об этом, о спасении и об ученичестве. Почему молитва важна? Вы знаете, мы можем действовать через Слово, но комбинация Слова и молитвы, они идут рука об руку. Да, когда они оба вместе. Да, это сильная комбинация, потому что молитва высвобождает помазание и силу Святого Духа, что делает Слово продуктивным. Как мы говорили ранее, вы можете посеять семя в землю, также высажаете Семя Слова в сердце человека, но если это семя не поливать, оно будет спать, оно не сможет дать плоды или проявиться. Поэтому мы должны делиться Словом, а также выпускать поток Духа через наши молитвы. Когда мы проповедуем кому-то, мы приносим ему Слово Божие, но также омываем его своими молитвами. А если у нас есть младенец в Господе, то ему нужно давать Слово, а также поливать это Слово своими молитвами. Если вы хотите иметь ответы на молитвы, помогайте молодым христианам. Бог печется о них, и Он будет отвечать. Верно. Бог желает, чтобы вы молились за других. Сделайте это важной частью вашей жизни, молясь за других, вы тоже будете благословлены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова